артефакты он забросил красиво от кровососки а это на думал на тракторе по красоте на бочке пройди свои здоровенький был из вам и макс и я за украина и так прошло серии мы ночью явились на агропром этим блин и сейчас нам с нашим напарником надо забрать кейс оружием для бармена и также записку для искателя и так давайте шлак привет в общем давай я пойду к сталкерам а ты будешь на холме прикрывать меня в случае чего думаю с меня так будет больше толку давай удачи да и так сейчас мы пообщаемся со сталкерами и нас играли поэтому и артефакты не там еще что-то оставлять у бармена принципе смысла не было не хотя можно было мы бы потом забрали но не суть важным так как мы играем первый раз мы об этом естественно не знаем так что мы играем опирается так здравствуй я от бармена бармена что что за собой хвост приволок раз от бармена смысле внимание чего типа заныкались вот мы оказались соседнем этом снегирь здание я тебе оставил пистолет на полу у тебя вальнули пошел на все забрали нет у нас наша г-36 есть сохраняемся во время сохранились кстати у нас еще экзоскелет забрали гады не торопиться пошли пошли осторожно осторожненько я тебе помогу неужели это ты это он собаки вичей прислал так ну чтож ой а я ела а у нас не птички нет я все потратил молодец все вот это я приплыл а может и нет ой 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 да приплыл ладно я еще по ходу не сохранялся пошли ву блин не торопиться не подставляться нас сам ты не справишься я тебе помогу неужели неужели все так ну хоть со снаряга и мы уже сохранились а он там собак навел да так сколько-то патрончиком надо забрать если нас сейчас не завалят стараемся слинять по-быленькому двинулись сохранились осторожнее не подставляться то что осторожнее не подставляться это точно все с какой стороны оттуда что не стоим на месте не стоит естественно а что собачки не всех убили а я как плохо у кого снова еще осталось ай-яй-яй что есть и живу еще ааа а у меня нету ни аптечки ни бинта ну блин о попал а я я быстрей 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 смысла нет конечно же сюда забежал но можем получится хоть как-нибудь ой блин не отрываться так убить их уже лучше ой-ой-ой как не вовремя блин до ночи тут весело не подставляли нулись пошли пошли каким вспышкам а не вальнул нет не вальнул и теперь вальнул а я я беги не отрываться не отрываться пошли пошли блин на хрена я это взял блин беги быстрее не бинта нет ни черта выбросить 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 пульт выбросить сохранился зря ну ладно не подставляться блин собак на веселуха тут варень козлов до вас послать обходим внимательно осторожнее так товарищ у вас есть что не будет там блин убит внимательно осторожнее ну идите сюда идите сволочи давайте идите ко мне ай противник не торопиться попытка номер два а я как не вовремя веселимся ладно пошли сюда осторожнее внимательно попробую уточки не торопиться давайте 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 муточки так трое один все на реште аптечка аптечка завалили так теперь по мордюрем что нам тут нужно патрончики сейчас себе наберем полярные заработанные потом и кровью так то сразу сбаливаем разряжаем и переносим и не патрончики на базу так сейчас находим чемодан с оружием этот шмонал нет ни шмонал заберем чемодан с оружием найдем записку для искателя и пошелестим в бар такие случаи хотя тут уже никого не будет но сказать спокойнее ответ дружался вот наш чемодан разве это стоило того подойти к своему напарнику ну зачем подойти напарник хочешь увидеть его вновь смотри боже что ты с ним сделал хорош издеваться он мертв как так вот и все покинуть территорию покинуть так покинуть вы сюда побежал надо было там ну ладно придется тут идти тут я тупанул сырка нам же записанчик надо забрать ненароком не улететь никуда правильно разобраться с наемниками на фабрике сын гельми сообщили что на территории аэропрома помышляет на промышляет маленький отряд наемников возможно они вновь заняты своими поисками я думаю как бы они в бар не наглянули ты ведь мне уже много документов притащил разберись этим отрядом наемников может найдешь информацию кто заказчик ну давайте охраняемся у меня гранатей нету а жаль внимательно внимательно не подставлять вот там кровососы где-то бегают он 3 чучело кровососка 1 1 попала в аномалию вот и все ты боялась он даже сразу этот наемники на фабрике мамонт как там успехи нашел что-нибудь нашел кое что интересно я думаю тебе понравится отлично встречаемся в мертвом городе в доме что на юго-востоке а это алан какой-то говорит можем сообщение попутался и пробачить так нам надо записка записка у нас находится где бы вы думали правильно здесь тут на окне где у нас тут этот на этой стороне рюкзачку тут банальный тайник конечно я думал где-то так будет под камешком каком-то каким-то лежать вот никогда бы не подумал что именно в этом рюкзаке будет так забираем и и идем на базар с барменом побежали так ну вот повернулись надо баром еще дадим последнюю записку держи молодец хорошая работа тайник твой находится на территории янтаря когда придешь на территорию сверни направо пройдешь мимо ворот что ведут на территорию комплекса пройдешь дальше практически в конец здания и там тайник в кустах рядом с трубами там еще плоти бегают думаю найдешь спасибо за помощь и тебе за тайник спасибо так что у меня тут так в общем во время сделки заявились наемники убили практически всех меня ранили кинули в здание рядом думаю они охотились за мной вот и высадили меня пап шпака кстати убили били шпака но как он решил помочь не выбраться я дал свой пистолет но в итоге его убили да уж шпак хороший человек был ладно отправлю его семье день и он оставлял свой счет на такой случай оружие у тебя до держи отличная работа снеге и с деньгами он твой спасибо бармен пойду я разобрался с твоими наемниками я там немного пообщался с ними ну вот сам глянь ну ты даешь даже времени подготовиться на встречу нет да ладно тебе бармен сколько я уже сколько уже от моих рук наемников полегло вот эти лягут да я особо не горю желанием тягиваться в это вот если я сейчас ну выберу второй вариант то я в мертвый город не пойду да в мертвый город если выберу первый который мы как раз и выбираем вот эти лягут понимаешь ли там действительно будет лидер но там действительно должен быть вооруженный до зубов отряд действительно действительно а ты один против них нет я в тебя конечно верю но все же что же ты предлагаешь сколько рядом с этим мамонтом было наемников двое что о чем одеты все в экзам были значит так значит три ладно выделю выделю пару экзоскелетов наемников для этого дела так уж и быть вот твой отправляйся мертвый город там тебя будут ждать твоя задача узнать кто заказчик постарайся без перед без перестрелок до встречи так этот можно продать торговать как у меня по запасам все класса и очки денег вообще мало вот аптечка до аптечка это дело такое торговать не хочу читерить утика стрэч и шоу мертвый город опять смертый город так а вот друзья наш за встречаете кажется это о вас говорил бармен верно выдвигаемся но вперед блин и тут будет интим с плясками да ладно у кого время без 4 утра побежали за ними бежим 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 аж спотыкаемся ничего в хатке интересного и вообще-то двери 7 в камеру минимум бежим бежим тот станем и стреляют мишу костюм не дел да мне дел костюм нашел будем заново так не забываем одели костюм и говорим кольц этого заварил бармен да верно выдвигаемся ну вперед экзоскелет наемников в домик уже заходить не будем он пустой вот это вот и и он дырить волна ж до того костерка щемится на напишки мы все дали в мертвом городе нам вот кроме этой встречи делать нечего теперь я все в ажуре но они не отображаются естественно ух сколько ж вас не хочешь базикать и не хочешь базикать никто не хочет со мной базикать ладно ты тоже не ли о сэр алон привет мамам документы принес до принес заказчик будет доволен как он там кстати нормально ждет пока мы принесем все что его интересует давай документы они что ты с ним видишься я думаю мне не стоит тебе упоминать что такое знаю лишь я да и так спросил интересно ведь наверняка че это большая шишка заказчик это они чата какая-то это да но тебя это не касается то где документы сейчас достану ну где кажется потерял сейчас вернусь стоять назови кодовое слово ну да пошел ты да я не понял что-то я туплю не по-детски пошли бляхом что ляжешь будешь делать дороги осторожнее умные они гады фонари не включают будем бить по вспышкам я говорю интим с прясками тут прикольный пошли пошли откуда вы сволочи такие стреляете минус 1 только еще трое ух ты не кабан ты здесь точно лишний так один давай выходи подлый трус все наших жалко ну что же сделаешь информация поговорить с барменом так у вас есть что-нибудь интересное и чем поделюсь с а не знаю труда на данном или нет не понадобится ли или нет но дают беремен беги все пустые чуток не интересно а 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 значит то все он хоть одна из перенести на вжеранок настоя возвращаемся к бармену так поторгуем он целых две птички давая а вот и я произошло маленькое недоразумение вследствие чего пришлось перестрелять всех наемников я думаю ты не особо расстроишься вот кстати по до их лидером данные удалены снегир ты издеваешься ради чего тебя послал ради того чтобы ты убил нашу единственную зацепку да уж может еще можно восстановить какие-то данные спида спида ладно держи свою награду хоть помочь старался мамины бусы 10 штук до встречи вешаем момент бусы ухты футинуты продал этот же блин он экзу забрал и ничего он не продает мне ну ладно разобраться существом внутри меня чтобы разобраться существом надо идти к сахару возможно он сможет мне помочь о все я не переживаю так мы идем на янтарь в принципе это не страшно что у меня костюма нет в принципе но это я-то знаю а кто примеру первый раз беру атом заволновался заволновался вы бляха муха тут кровосиси надеюсь ты от меня отстанешь падла тут еще наемники но мне сейчас не наемники главное мне сейчас главное вот вот этот рюкзачок и мы уже север теперь легче дышать стало если жить там наемники не хочу надеюсь они за мной не пойдут ой там соска а только стерба класс прикольно но нам надо к сахару сахару что он нам скажет что выдох тезда а ты кто разрыв повесим х висит так он да 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 так и делаем здесь именную сохран очка сахар да да здравствуйте сахару у меня к вам срочное дело какое мне нужна ваша помощь вы можете объяснить что случилось пожалуйста поймите мне правильно я не сумасшедший у меня вселилась душа контролера можно поподробнее но я уже меня бармен отправил на задание на территорию старой церкви можно было найти артефакты там был контролер который оказался заперт на этой территории до выброса он был в старом теле потому что поэтому пустил сушок там много артефактов тем самым спровоцировал небольшой поток сталкеров к нему он пытался найти себе подходящее тело чтобы перенести свое сознание у него у меня получилось пройти его испытанием выжить ядовитом озере во время своего монолога он неожиданно упал тем сам тем самым дав возможность не убить но после его смерти стало еще хуже я начал вскоре слышать голос его а недавно таки вовсе призвал псевдо собак на помощь очень улики очень увлекательно на сумасшедшего не похожи позвольте мне вам рассказать из документов одну из лабораторий найденных ранее мы обрели новые знания контролера но особое внимание привлек проект под номером один логично вы сомневался данный мутант отличался довольно сильными способностями поэтому эксперименты над ним были продолжены работники лаборатории пытались найти способ создать и такое бессмертие умением переносить сознание из тела в тело она разработка как видишь была успешная только они не успели закончить программу пси подавления которая смогла бы убить подобное существо чем еще отличается данная сущность от остальных контролеров более сильной телепатии помимо этого она требует особого питания он есть столько людей не может и никакого способа от этого избавиться нет и вскоре это существо сумеет захватить мой разум окончательно понимаешь ли спецгруппа во время тщательного обыска нашла поврежденную флешку с тестовой программой пси подавления и у меня получилось восстановить ее но я не знаю насколько успешным данное восстановление было да и программа имеет тестовый характер как я говорил ранее она не закончена есть еще один вариант это сильно изменить а измотать вас тогда существо не сможет переносить сознание но это смертельно для вас ведь от упадка сил вы умрете я бы мог предложить вам другой вариант какой я предлагаю вам остаться у меня на лечение я впервые сталкиваюсь подобным поэтому не гарантирую результат во всяком случае я смогу следить за изменениями вашей нервной системы и сообщ и сообщать вас обо всех результатах если составить это дело без лечения вы точно превратитесь в ментанта но как я говорил результат я вам не гарантирую но даже в этом случае вы отдадите свое тело во имя науки ну и к тому же вы будете безопасны для людей ведь вы будете помещены в барокамеру вот здесь из два варианта ответа и соответственно две концовки поехали по первому я согласен на это думаю это лучший вариант снегирь соглашается на лечение сахаром начинает подготовку снегиря помещают барокамеру а это значит назад пути нет профессор изучает это явление не оказал должного внимания лечению и здоровье снегиря ухудшается стремительными темпами а поняв что его уже не спасти сахара вводит тело снегиря смертельный яд который разъедает того изнутри полщина стекла барокамер оказалась слишком тонкой поэтому сущность пробирается в тело сахарова который так ничего не понял по свечению обстоятельств к нему пришел крепкий сталкер и сущность удовольствием поменяла оболочку и наконец окончательно захватив все тело сталкера существо становится одним из опаснейших мутантов зоны такая вот первая концовочка и выберем второй вариант ответа я отказываюсь но почему разве это не звучит убедительно профессор вы говорите мне отдать свое тело во время науки не гарантирую успех по мне следит какая-то тварь а вы будете мне изучить изучать и следить за изменениями пока я буду превращаться мутанта к тому же у вас нет никакого лечения и все эти ваши слова не более чем замыливание глаз быть кто-то сахара поставил на место ну как скажете я никого не заставляю профессора а что насчет тестовой программы подавления пси излучения ее можно использовать теоретически да но я не уверен что у нас работает и даже если так то я не уверен что вы вы держите во время ее работы чем заключается принципе работы программа загружается в своего рода передатчик пси излучения более сильное пси излучения подавлять более слабую его форму выслово разрушение головного мозга да звучит как-то не очень но он профессор у меня нет другого выхода я хочу попробовать этот вариант что мне делать но слушайте все равно у вас выбор не ошибка велик лаборатории что под янтарем находится достаточно цельный передатчик все излучения в виде огромного мозга его мощности вполне хватило бы чтобы подавить вещество вашем теле от меня требуется вам нужно проникнуть на территорию комплексом попасть в лабораторию добраться до выключателя установки предварительно загрузил программу подавления пси излучения ни в коем случае не включать не включайте охлаждение пси установки иначе мы ее никогда не выключим после включения этой программы если вы если вы выжить и то не сможете отключить установку самостоятельно мощность излучения будет такой что попросту не даст вам сделать это у вас буквально не поднимется рука вам придется бороться с внутренним желанием включить охлаждение установки дабы подарить по сути вечную жизнь мозгу внутри лаборатории после чего вы станете его ретранслятора а я смогу выжить под таким изучением я не знаю сталкер никто не знает я готов рискнуть я даю вам флешку с программой пси подавления включатель установки находится в самом конце лаборатории на территории комплекса кстати есть наемники они с недавних пор промышляют по всей зоне а что в лаборатории я не знаю давно наших экспедиций там не было спасибо процессор попробую выбраться живым так до встречи чем-то торгуешь интересно нам прикуплю на всяких бабла не мере на давайте еще такую по мой набор был пробовать до побачья вот теперь с наемниками остребляемся уже немного посветлело темы такие красивые костюмчики поскачем туда электр гулина я хотел посмотреть если кто-то интересно или нет я давно сталкера не аллы лет костюм вечно тугарил убей не помню упача противник пошли пошла че и зайчик не раз обходим ой сзади кровосись объявит ходу уже нет никакого артефакта тут не появилось не можем улетел куда-то так два кренделя ай о господи шо воно таке сталося за звуком ух ты какой эффект все так специально а а на пда не отображается а звук дыхания слышен больше чем с 50 метров уаще не сумку и ни одна граната ой-ой-ой здесь полах я отсюда да колосс Двинулись. Где он дышит? Ой, я так и знал, что отсюда вылезет. Аж поспим, все пройдет. Прям срочно ложись спать. Чего на е? Чем-чем? Куда? За дверью под запрятался. Молодой, прячься. А я пока твоих дружбанов пошмотаю. Ой, там далеко еще кто-то один мертвый. Танк. Там я пускал и там я взял. Нажета я отсюда вот так, от того завалила. Красиво. Отнести, отнести все. Так, мне ж надо того гада погомонить. Правильно. Танк. Давай подтягиваемся. Ну. Выходи, подлый трус. А, вон ты где. Ой-ой-ой. Заклинило это уже не хорошо. На. Это не есть хорошо. Разрядить сюда. Это мы берем себе. Кто так сильно убил? Не то чтобы очень. Ушел, пошли в лабораторию. Тут правда артефакт можно забрать. Ни туда, ни в красную армию. Да. У вас уже есть, что мне взять. Ах, падло он радиоактивный. Эх. Радиоактивные, радиоапассивные. я живу не в трусах носить куда и не ходим вот так тебе задание выполнено лаборатория не понял это же должен был забрать бармен ну ладно ребята тоже ребята тут чепушил веселился крово сиська валяется дохлая оба чара ухтус рычи еще три человека зевелись а то давай враг на горизонте парни давай выходе трус но я же по вспышкам это стены какие-то здесь не пули не пробиваем и внимательно веселей веселей шевелись внимательно да ё-моё осторожнее не отрываться угас минус 2 давай ты не мальчик брателло чепуша вот где опача все пошли мородить ой мы так быстро устали скажи конечно таскать на себе сколько 54 килограмма перенести 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 так маняем пушку подсветим себе путь среди прочего есть упоминание о том что у наемников есть заказ на поиск остатков документа из лаборатории заказчиком является военной конкретной информации нет ладно ладно вольном довольны на излете с аптечки заберем ничего не ма ладно вот 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 это мой парочке хватило пошел что-то кричить 1 или чего интересного ним а а жаль да тихо как-то тихо в ночи вышим чей-то жалобный писк или плачки полно уже так сохранились шоу нас тут ой дверца заперта до так ну шо ну здравствуй снеги шпа ну в ты черт это лишь воображение но все настолько правдоподобно снегирь бросает дело если ты включишь установку то убьешь себя ты мертв ты всего лишь плотных вы из воображений я стою перед тобой подумай еще раз работа этой установки сделать из себя безмозглое существо от которого вас не останется ничего ты просто превратишься в зомби да и мертв но я все еще могу отговорить тебя от этой глупой затеи я всего я всего лишь хочу жить дай мне пройти снегирь одумайся от чего излучение еще от от этого излучения еще никто не выжил ранее янтарь не зря называется одной из самых опасных территорий лишь один stalker да это защитой смог выжить под этим излучением пойми это ты просто превратишься зомби а так так давайте так сделаем так я забыл сохраниться охраним лоба потом можно уже говорить так пойми это ты просто превратишься зомби а так ты ведь можешь бороться с этим существом без чьей-либо помощи и ведь сильный не зря существо выбрало имени тебя подумайся наконец не едино смерть прошу тебя тебе еще рано умирать и вот опять два ответа возможно в твоих словах ездили правды да и сахаров не гарантировал успех затеи ладно попробую как ты сказал бороться самостоятельно подавшись чувством снегирь идет на поводу существа она ломает флешку с программой пси подавления шанса для спасения нет захватив тело stalker а сущность становится одним из самых опас одним из опаснейших мутантов зоны и найдя выход из лаборатории существо уходит с янтаря вот такая концовочка так это вторая на наружаем лабу так 2 2 выбираем ответ это существо пытается любыми способами спасти себе жизнь что же недолго ему осталось так включаем установку дождаться перегрева установки он включить систему охлаждения пока не будем включать а крово-сессии нет никаких а контролер ух ты футу нуты дома ждать перегрева я уже не помню вот вы где вот блин и и и и и иди ко мне так там и контролер вольнули и сразу сюда даться перегрева включить систему охлаждения первый пошел где 2 ну 2 2 он 2 он как этого колбасит такой раскоряки новое задание задание выполнено так тут правосос далеко чего сюда побежит а что нам там по задания найти выход из лаборатории ухту блин все желтое желтое птички дать поют сейчас веселиться будем слегка в этот раз недолго веселее было ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я предлагаю вам остаться на лечении у нас. Думаю, вас еще можно вылечить. Я готов на все, что угодно, лишь бы от этого избавиться. Сахарова оставляет Снегиря у себя на лечение. И у него диагностируется значительное повреждение нервной системы. Снегирь, благодаря приобретенным улучшениям головного мозга, от существа успешно его проходит. Показатели организма Снегиря приходят в норму. Он окончательно выздоравливает и покидает бункер ученых. У него появились некоторые способности. Снегирь чувствует все аномалии, а мутанты его не трогают. Поэтому Снегирь решает остаться в зоне. Благодаря новым способностям он становится проводником, помогая другим сталкерам. Снегирь периодически проверяется у Сахарова, дабы в очередной раз проверить, все ли с ним нормально. Но он все равно понимал, это не его способности, что часть способностей существа передалась ему. Как бы там ни было, никаких проявлений его нет и жизнь идет своим чередом. Так, вот такой финал. И сейчас еще такой попробуем. Идем сюда. Снегирь поддался влиянию мозга и включил его охлаждение. Придя в стабильную работу, мозг окончательно ликвидирует существо в теле Снегиря, но также берет его самого под контроль. Снегирь становится рабом установки, поддерживая ее нормальную работу, принося ей различные полезные элементы. Приходящие на янтарь сталкеры из-за сильного излучения превращаются в зомби. Излучение становится все сильнее, сахаром не успевает сделать, и шлем, да и желающих спуститься в лабораторию нет. Поэтому он вынужден эвакуироваться. Никому не удается выключить установку, янтарь становится одной из самых опасных территорий зоны. И вот такая наша последняя концовочка. Ирушка довольно таки интересная, Мадетский. В принципе, С. Зона был Макс, я с Украины. Собачимость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok